Впервые за долгие годы на Украине появился памятник Александру Пушкину. Так жители села Ольгополь выразили признательность русскому поэту за то, что в своем творчестве он упомянул их родной край. Четверостишее про Ольгополь сразу вошло в школьную программу. И уже когда к сельскому памятнику подвели асфальт, один из местных журналистов усомнился в авторстве пушкинских строк. Наш сапкор Валентин Богданов провел свое расследование. И оба подавиться на Пушкина. На Пушкина подавиться. Туда, на Пушкина подавиться. На фоне Пушкина хотя бы раз в жизни снимается каждое ольгопольское семейство. Связь с русским поэтом в этой украинской глубинке протянулась через века. Сельской колокольни, панорама пушкинских мест. Тут имение Орловых, там чуть дальше Пестолей, высланный из Петербурга в Кишинев. Поэт бывал у обоих. Это неприметная автотрасса с не совсем твердым покрытием. В 19 веке одна из столбовых дорог русской литературы. Южная ссылка Пушкина подарит ей кавказского пленника и бахчисарайский фонтан. Благодарные потомки тех, кто тогда на обочине, обзаведутся 20 строчками о небольшом ДТП, приключившимся с экипажем поэта в уездном городке Альгополь. Ай да Альгополь, черт бы тебе драл, запомнится мне этот городишко. Здесь ось в повозке я сломал, до 100 рублей еще спустил в картишке. Это в 1821 году было написано это стихотворение. 180 лет спустя, как сообщает районная газета, стихи нашли в каких-то затерянных французских архивах. С тех пор дорожный экспромт прочно вошел в сельскую школьную программу. Другие произведения Пушкина, если взглянуть на листок выдачи, тоже стали брать чаще. Особенно, когда в центре села поэту поставили памятник. В день его открытия Альгополь с цыганскими ансамблями, казаками и тоннами вареников гулял двое суток. В том, что все так и было, сомневаться никому бы и в голову не пришло, если бы не заговорил несколько лет молчавший журналист из Винницы. Литературную мистификацию, скорее не в пушкинском, а в гоголевском стиле, создали за один вечер. Написал Коля, это через растишье. Я ему дал мешок сахара, по Альгополю начали ходить ребята, лесные, стриженные, бородатые, с фотоаппаратами. Вот, и расспрашивать, как Пушкин был, кто родственник. Когда пушкинисты схлынули, из тени показался и главный вдохновитель альгопольской пушкиняны. Местный аграрий Пётр Каленич с детства неравнодушен к поэзии. Памятник только первый шаг. На очереди переименование сельской площади. Естественно, площадь Пушкина. Не буду сказать, говорить кто, но купилось много. Уголок поэта в наши дни – центр всей социальной жизни трёхтысячного Альгополя. Вот и туристы из России не уезжают, не взглянув. А вот это стихотворение помните, которое он проявил? Нет, надо будет ещё раз перелистать. Валентин Богданов, Максим Гриневич, Мадина Тимиряева. Вести. Винницкая область. Украина.